В безумном жизненном ритме, которому этот пандемийный год добавил ещё больше волнений, для многих людей сон становится практически элементом роскоши. Считается, что если человек не насыпает, значит он успешен и востребован, делает карьеру. Отношение со сном – это как отношение с деньгами. Вот есть прожиточный минимум, а есть сумма комфортная для жизни. Так вот, сон 6-7 часов – это прожиточный минимум, а сон 7-9 часов – это комфортное время для поддержания здоровья, комфортное время сна. На самом деле уже через полчаса после засыпания у нас начинает повышаться уровень мелатонина. Польза-то основная именно на этом и завязана. Мелатонин улучшает функцию щитовидной железы, надпочечников, органов, отвечающих за стресс и органов репродуктивной системы. Очень важно, во сколько вы ложитесь спать. Лучше до 11 часов вечера, советуют врачи. Это тот промежуток времени, когда ваш организм сам может выработать мелатонин, способствуя засыпанию. Когда вы ложитесь позже 11, вы сбиваете свои циркатные ритмы. Правильно идти спать, следуя световому периоду, чтобы получить полезный мелатонин. Что он делает? Он на самом деле через полчаса после засыпания, если мы всё делаем правильно, если мы отошли ко сну вовремя, он начинает вычищать организм от потенциально опасных онкологических даже клеток. И действия мелатонина и работа иммунной системы, они идут рука об руку. То есть если человек не доспал, активность иммунной системы снижается тут же. И в эксперименте, допустим, люди, которые спали в 2 раза меньше положенного, у них уровень противоопухолевого иммунитета снижался на 70%. Редактор субтитров А.Семкин